Столбики термометров ползут все ниже, а значит пора доставать зимние вещи. Эти солдаты как раз готовятся, подшивают, начищают. Кто-то ждет, когда наденет обновку, кто-то не расстается с любимым комплектом. Нет, не мерзнем. Эти вещи остались у меня с первой службы. Я служил в 2015-2016 года. Теплый шерстяной свитер, костюм зимний покупал. В части тоже выдают теплые вещи. Получают солдаты не только одежду. Все для комфортного сна тоже есть. Спальник тоже выдавали. Но так как есть возможность купить самому, то покупал. А то, что выдают, пусть лучше достанется тому, кому больше нужно. Поэтому не мерзну. В обеспечении и на складах стараются скорее оприходовать новые поступления, чтобы оперативно отправить в части. Зимние спальные мешки намного теплее, чем другие. Есть зимние берцы, плюс носки, флиски. У нас еще нет всех размеров. Подготовиться к зиме тяжеловато. Все-таки армия увеличилась намного. Плюс появилось ТРО. По данным СМИ, Минобороны закупают форму у отечественных и иностранных поставщиков, а также получают от партнеров. К примеру, Испания в сентябре отправила в Украину 20 грузовиков с зимним снаряжением. Кроме того, помогают и другие страны-партнеры. В Европе понимают, что экипируют, по сути, своих защитников, не пускающих в цивилизованный мир оккупационную армию. В зимнее время года уже началось. Уже выдаются по возможности зимние вещи. Вот, например, бушлаты. Стандартный бушлат. Подстежка теплая. Сверху еще идет куртка влагозащитная, чтобы от снега не так мокнуть и от дождя. Сильный дождь, снег, мороз и грязь делают условия вдоль линии фронта едва выносимыми. Но украинские солдаты стойко переносят все трудности. Говорят, не столько одежда греет, как поддержка миллионов тех, кто в тылу.